Подготовка юных омских хоккеистов Об особенностях проекта рассказал его руководитель Константин Буткаев Наш хоккейный сезон уже зимний, он коротенький И дети за летний период очень резко теряют интерес к занятию спортом, каникулы, деревни, бабушки И этот проект реализован как раз с целью, чтобы детей как-то привлечь, чтобы не забывалось, не навыки Запланировано вообще шесть мастер-классов Это у нас и психофизиология, это мастер-классы по дриблингу, по технико-тактической подготовке И по общей физической подготовке Стартовая тема – отработка маневров с шайбой дриблинга Первое задание – переход с классического длинного варианта ведения шайбы клюшкой на короткое Более удобное для различных скоростных движений и финтов Около 30 юных хоккеистов в возрасте от 8 до 14 лет разбились на пятерки и улучшали мастерство владения шайбой Мне больше всего нравится, когда мы убираем соперника на ложном броске или ложном пасе и уходим в другую сторону Получается, в принципе, все, потому что до этого я сама во дворе играла Дриблинг очень люблю, обманывать соперника Я стараюсь действовать в быстром стиле, обгонять Спортивный психофизиолог, кандидат биологических наук Иван Резниченко Провел для ребят мастер-класс по развитию специальных навыков и интеллекта Когда у ребят что-то не получается, они зацикливаются на свои ошибки Делают ее один раз, второй и уже уходят из этого спорта Я на своих занятиях учу детей, во-первых, не бояться Во-вторых, быть раскрепощенными И в-третьих, чтобы у них все-таки получалось лучше Мы подходим через психофизиологический подход и работаем с головой Применить новые знания юные хоккеисты смогут на соревнованиях В проекте запланировано два турнира Младшая группа сыграет во флорбол, ребята постарше в бол-хоккей Редактор субтитров А.Семкин